Конец дня, 6 часов вечера, я решила заснять центр города, начну возле пристани, тут немного яхточки стоят, солнце еще есть, и есть немного времени. Нахожусь недалеко от центра, хочу пройтись немножко по центру, присела в ресторане, в кафе, в кафе Дюпорт, скажу, что мне не понравилось, в этом кафе сервис не очень хороший, цена не соответствует тому, что они дают. Итак, я хотела взять классический бисерд, бисерд стоил 6 евро, это рис в молоке, он есть в простом варианте в магазинах, а здесь это как бы классический десерт нормандии. Рис варится в молоке, потом запекается, но в общем то, что они дали, не стоит 6 евро, и вот цена 2 евро, это потолок. Коктейль, коктейль стоил 5 евро, ничем не украшенный, вообще ничего, зато много льда там было, и больше ничего. Ну, в общем, сервис хреновый, кафе, скажем так, для меня низкого уровня, то есть я брала похожее что-то, например, такой же коктейль за такие деньги в другом месте, его красиво украшали, это было презентабельно, хотя бы красиво смотрелось, потому что цена, в принципе, во всех французских барах, ресторанах, она примерно одинаковая. Из этого ресторана я углубляюсь в центр, от гавани я поворачиваюсь сейчас направо, и идут в центр, еще показать немножко центр. Вот здесь я перекусила, так сказать, их десертом, выпила коктейль, посмотрела интернет, слабый, работает хреново, я пыталась загрузить видео, мне написало 10 минут, будет загружаться 2 часа. 2 часа я могу загружать это же видео у себя в гостинице, в коридоре, тот же самый вариант. Улица сейчас пустынная, но зато легко снимать, в принципе, еще солнышко немножко есть, можно показать центр города. Тут есть красивые домики, архитектура. Вчера здесь была перекрыта, вчера была суббота, пятницу, субботу могут перекрыть, чтобы люди в ресторанах посидели, покушали. Сегодня к вечеру начинает холодать, я так ощущаю уже прохладный ветерок, потому что все дни мне так повезло, была солнечная, теплая погода, до 30 градусов. Вчера было очень жарко, 28, вечером тепло, но вот 6 вечера сегодня я уже чувствую так, холодок такой идет по телу. Сегодня все закрыто, потому что в воскресенье только маленькие какие-то маркеты работают, какие-то закусочные, ресторанчики. Машина, я прямо на дороге стою, я поворачиваю, иду ближе к центру, но зато легко снимать. Потому что вчера люди везде сидели, музыка играла, в пятницу, субботу народ после работы отдыхает на выходных. Ну вот кебаб, это работа из закусочной. Некоторые ресторанчики работают в воскресенье, люди сидят на террасах, в принципе еще тепло. Тут культурный центр, вчера была выставка. Выставка еще работает, я забыла, сегодня в 6 часов они должны были там победители объявлять. Сейчас я подойду, да, они никак не разрешали внутри снимать. Ну я попробую. Тут вот реклама в музее изящных искусств. Проходит выставка, я как раз попала на эту выставку. Я проснулась около 11, от того, что в церкви начали звонить колокола. В воскресенье все закрыто, все магазинчики закрыты. Не знаю, еще в 11 звенело. Извинили колокола в церкви, они вообще в 12, там какое-то время определенное. А тут в 11 просыпаюсь, потому что начинают звонить около 11, даже не было 11. Я подумала, может свадьба какая-то, что колокола так звонят конкретно. У меня сосед выбегал, хлопал дверью. Я просыпалась, засыпалась, просыпалась, засыпалась. Но в любом случае я проснулась около 11, я все никак не могла отраспаться. Оказывается, усталость. Центр совсем пустой. В общем-то, снимать, наверное, тут сейчас неинтересно, потому что все закрыто. Я, наверное, сниму еще один ролик завтра, если успею. Когда будут открыты магазины, как-то будет более презентабельно смотреться, потому что пустые улицы. У меня завтра, в принципе, до вечера целый день. Так что я могу завтра снимать еще. Проблема всей франции. Вендор, вендор это продается. Рядом вендор продается. В общем-то, это одно помещение, это церковь, фармаке. Аптека. Все продается. Все воплощено в центре, все продается, сдается. И все такие маленькие города. Кризис полностью накрылась головой. И все, где не идешь, все, одна история. Магазин пустой, ничего внутри нет. То есть, все это сдается и продается. В. Это сдается. Рядом продается. И все так магазины выглядят сегодня. Салон ДТ. То есть, это чайный салон. По идее, в воскресенье люди должны отдыхать. Что-то должно работать. Но практически ничего, все тихо. И вот там в центре есть карусель, театр. Куда пройдусь. Сделаю завтра видео. Все закрыто. Людей в городе почти нет. Там, где я живу, в Париже. Я живу в пригороде. На 15 минут на метро от центра. Там у нас в воскресенье торговый центр работает. Всегда много людей. Всегда. Все магазины открыты. Даже в воскресенье. Продуктовый магазин типа Ашан. А он не работает в воскресенье только с утра. А все промышленные магазины, все открыты. И все это функционирует. Притом, ну у нас рядом получается много такой иммиграции. Спальные районы. А что иммигранты делают? Многие живут на пособие, не работают. Поэтому вся эта толпа сидит в торговом центре. А здесь тишина и ничего. Вот этот маленький центр. Театр. Театр. Я не попала. Я спрашивала, есть ли какие-то представления на выходных. Я попала. Я приехала в четверг. Получается, я попала на пятницу, субботу, воскресенье. Но ничего не было в театре. На эти даты я бы пошла с удовольствием. Это региональный театр. Тут билеты недорогие. Прямо рядом к театру примыкает здание. Это библиотека. А на верхнем этаже как раз музей. Я уже видео загрузила. Я вначале не могла понять, где этот музей. Я не поняла, что в театру сзади прикрепляется библиотека с музеем. Дальше вот сбоку, там видно мануфактура. Там мануфактура зонтиков шербурских. Я сделала тоже видео про магазин и про музей. Ну, а потом выход в порт уйдет. Детская карусель. Немного мелких бабчиков работает. Вот еще известное кафе к театру примыкает. Оно как бы в рекламе стоит. Это популярная кафешка. Ну, ничего такого тут нету. Завтра будут магазины работать. Я покажу, как немножко здесь оживает центр. Мы думали, что в выходной день почти ничего не функционирует. Будни, дни здесь магазины открыты. И хоть как-то люди ходят. А выходной день, как ветром сдуло всех. Одна карусель функционирует. Развлечения для детей и взрослых. Потому что больше ничего нет. Я надеюсь, что завтра будет солнечно. Я не вижу никаких таких облаков, предвещающих дождь. И сниму еще раз, когда будут люди. Потому что сейчас все эти улицы пустые. И город заглядет как фантом, как привидение какое-то.